Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис и мы продолжаем прохождение игры Ведьмак 3 Дикая Охота. В прошлой серии мы с вами встретились с Ламбертом и остановились на моменте, когда нам нужно выследить некоего неизвестного вообще какого-то существа, субъекта по запаху духов. Что ж, давайте это сделаем, но нам понадобится ведьмачье чутье. Так, вот он след, отлично. Сейчас, я думаю, мы выполним это задание и дальше уже пройдемся по сюжету. Нам нужно сходить к некой сновидящей и побеседовать с ней. Может быть она что-то знает про Цири или как-то сможет помочь нам в поисках Цири. Пока идем по следу и что мы видим? Какой-то товарищ стоит. Все в порядке? Я ведь был в этом доме. Вон в том? Кажется, да. Мне нужно отдохнуть. Может его Сукуб очаровал? Надо как-то проникнуть в этот дом и проверить. Интересно, Сукуб, друзья, вот это. Очень интересно, а ну. Сейчас проникнем, проверим. Но нужно нам найти как-то вход. Я думаю, что он не так легко будет нам просто взять и зайти. Да, конечно же нет. Здесь заперто. Я ведь был в этом доме. Давайте немножко сейчас походим вокруг. Например, вот в эту дверь. Зайдем сюда. Посмотрим, сможем ли мы как-то использовать этот дом, чтобы проникнуть внутрь. Зимородки-то так кормят. Что здесь делать? Так, возможно. Возможно, друзья. А ну-ка попробуем. Все глупые. Не видишь, что ли, ведьмака это? Бестию должно быть какую-то. Так, и... Отлично. Можем проникнуть. Это классно. По-моему, это этот дом, друзья. Ну что ж. Сейчас спустимся вниз. Так, а вот вниз нужно спускаться аккуратно. Гера тут у нас товарищ нежный. Боюсь, такого прыжка он не выдержит. Вы знаете, давайте-ка предварительно сохранимся и... А нет, посмотрите, даже и здоровье не потрепалось. Интересно, Геральт, а в прошлый раз ты умер. Спрыгнув. Примерно с такой же высоты. Ну что ж, посмотрим, кто у нас здесь имеется. Кто ты? Ты когда-нибудь слышал о ведьмаках? Ты пришел меня убить? Так. Вот это интересно. Нам награду обещали. Стражник обещал. Некое бестие. Это, оказывается, друзья, суккуб. Что ж, давайте, наверное, с ней поговорим сперва. А там уж и решим. Сначала я хочу поговорить. Зачем ты убила этих стражников? Я была неосторожна, и они застали меня врасплох. Меня хотели убить, так что мне пришлось защищаться. Только и всего. Никакой трогательной истории о человеческой ненависти ко всему чужому. Я не привыкла врать, и не привыкла убивать без причины. Так. Вот это, конечно, выбор такой. Очень интересно. Я в прошлый раз, друзья, ее отпустил. Но. Очень странная вот эта история. Мне пришлось убить. Трам-пам-пам. Я убила там. Мне пришлось защищаться. Как-то. Ох, не знаю, не знаю, друзья. И отпустить хочется. И в то же время убила раз, убьет и два. Не помню, какая от нее выгода в итоге. Вы знаете, давайте, наверное, побудем хоть раз ведьмаком, друзья. Возможно, это, может быть, не всем понравится. Но все-таки не должны они убивать, мне кажется. Я не могу допустить, чтобы подобная история повторилась в будущем. Я сразу поняла, что ты захочешь меня убить. Как же ты, интересно, это сразу поняла, красавица. Так, друзья, как бы нам отбиться от нее? Посмотрите, какая бодрая. Огоньками поливает. Давай-ка ты уже ложись, геральт, круши, руби. Ну, в общем, все. Ключ от дома в Новиграде. Забираем все, что в ней лежало. Немножко осмотримся. Не знаю, друзья, правильный выбор, неправильный. В общем, мы отпускали до этого существ, в принципе, которые, ну, либо там уж совсем как-то все по неосторожности, либо вовсе не убивали. Но здесь, получается, история очень сомнительная. Они хотели меня убить, и я их убила. Почему не убежала, например? Ты же могла убежать. Что тебе помешало? Тем более, ты суккуб. Ты в любом случае априори там... Сильнее, возможно, даже умнее. Плюс чары всякие, все такое. Кстати, а это сам Хатори. Нет, вы знаете, попозже. Попозже, друзья, зайдем мы к нему. Или сейчас зайти, даже не знаю. Это классный очень персонаж. А ну-ка, давайте заглянем. Интересно, что он, какие вообще там истории нам расскажет сейчас. Я к нему, по-моему, приходил по заданию. Что тут у тебя? Риданские вареники. Наше главное блюдо. Всячески рекомендую. Что от меня? Вадгерн в моем заведении? Не может быть. Откуда ты знаешь, что я ведьмак? Ты шутишь? У кого еще клинки с серебряной рукоятью? Махакамская работа, а? Дюймов сорок будет. Специалист по мечам. Ты должна быть Эйвар Хатори. Ха, вот меня и раскусили. Да, он самый. Геральт из Риви. Я слышал о тебе много хорошего. Приятно познакомиться, Геральт. Чем могу служить? Может, вареник другой? Эх, варенички. А ну-ка, давай. Давай-ка вмажем. По вареничкам. А ну-ка, Геральт. Зацени. Что скажешь. Вкусно. Я рад. Могу я еще что-нибудь для тебя сделать? А может и можешь. Давай-ка, пообщаемся. Я ищу хорошего мечника. Ты знаешь кого-нибудь? Ха, а тебе не кажется, что третий меч на спине уже перебор? Ладно, если серьезно. Ты хоть иногда куешь что-нибудь? Ах, откровенно говоря, редко. Я теперь делаю вареники. Надо же жить на что-то. Но, грустно мне без мехов и наковальни. Если бы не этот гребаный Ван Хорн. Похоже, я не знаю этой истории. Не завлекать же клиента ведьмака варениками. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Вот так всегда в Виграде, друзья. Стоит только кому-то зайти и все. Сколько же тебе тут мечей? Диалог на полчаса. Оставил себе несколько на память. Жаль, ты этим больше не занимаешься. Я бы с удовольствием поменял свое оружие на такой клинок. Почему вдруг великий мастер решил месить тесто? Так и денег больше. А главное, безопасней. Повара не пропадают без вести и не становятся калеками. Понимаю. Кто-то контролирует новиградский кузнечный рынок. Формально нет, но... Все поставки идут через Эрнста Ван Хорна. А он, говорят, часто играет в карты с тесаком. С тесаком, друзья. Ох. Кто знает, есть у нас такой в интернете. И не только. Персонаж. Тесак. Ну ладно, не об этом речь. А ты не пробовал с ним договориться? С Ван Хорном? Да что ты! Это же куча дерьма. Или ты играешь по его правилам и платишь ему процент, или тебя просто не существует. Понятно. Ну знаешь, мне жаловаться не приходится. Вареники дают отличный доход. Только вот... Ты тоскуешь по мехам и наковальне. А ты не пытался наладить поставки из других источников? Все бандиты контролируют. Как мне с ними договариваться? Хотя... Может, если бы ты... Помог мне в этом деле. А может, и помог бы. Почему бы нет? Со твоими поставками? Это как? Просто сходи со мной навстречу. В качестве охраны. В свое время я пытался сговориться насчет поставок железа с человеком короля нищих. Ну да. Его-то эмбарго тесака не сильно заботит. Только король потребовал какой-то сумасшедший процент. Но может, ты бы мне помог с переговорами? Недаром, понятное дело. Договоримся. Я мог бы, например, выбрать для себя что-нибудь из этой коллекции. Ах, забудь об этом мусоре. Я выкую тебе клинок, которым ты сможешь убивать богов. Ну не знаю. Что-то мне не хочется лезть в дела новиградского преступного мира. Мне бы твоя помощь здорово пригодилась. Этого сукина сына надо как следует проучить. Я буду тебе должен до конца дней. Хочешь латный доспех? Я тебе устрою. А может, требушет или там катапульту? Давай требушет. Я согласен. Устраивай встречу. Замечательно. Встретимся, как стемнеет. У журавля в доках. Ну вот, заглянули, как говорится. Поговорить со старым другом. Ну, старому-то из моего прохождения, друзья. Но для вас, для этого прохождения, это новый друг. А нам нужно получить вознаграждение у стражника. И, друзья, мне интересно ваше мнение. Кто смотрит Ведьмака на канале, давайте так, напишите в комментариях, правильно я поступил с Сукубом. Ну, точнее, как сказать, правильно-неправильно. Тут вопрос не совсем корректный. Скорее, как поступили бы вы, и чем вообще грозит, допустим, в будущем, вот мой такой выбор. Сукуб уже мертв. Вот доказательство. А вот обещанная награда. Прощай. Ну, вот так вот. Быстрые деньги, так скажем. А у нас там уровень те временем. Я ведь прав? Я ведь прав. Доступные очки умений целых два. А ну-ка посмотрим, что мы можем подкачать. И вот я что заметил. Мы на время, дабы усилить нам немножко наши знаки, давайте-ка переставим точные удары в другую ячейку, чтобы у нас подействовало уже два с вот этим мутагеном. И, наверное, что? Я даже не знаю. Давайте докачаем до конца вот этот навык, я думаю. Как раз два очка у нас есть. Отлично. Теперь у нас что? 10% физический урон на 75. Отлично. Отлично. Все. Подкачались, сохранились. Берем задание. Основное. Вот это сон в большом городе. Отыскать сновидящую в старом доме. Я бы тебе советовал все это выбросить в канал. Говно у тебя на прилавке, а не товар. Ох, иногда интересно постоять здесь, послушать местные диалоги. Такие ребятки там резкие некоторые. Люди. Богатые на выражение цена всякие. Страдаю от бедности. И мне кажется, но я не уверен. Но мне кажется, друзья, что мы, возможно, сейчас встретим очень интересного персонажика. Ты тут случайно? Или ищешь чего? А кто спрашивает? Рудольф Де Йонкер. Из тех самых Де Йонкеров. Мои предки заложили основы Новиграда. Я владелец самого крупного банка в городе. Я не просил рекомендаций. Имени вполне достаточно. Мой отец сговаривал. Все должны знать твои заслуги, сын. Не скрывай их от мира. Ох ты, друг, а что ты в подворотне-то сидишь здесь? Ну, давай, рассказывай. Я ищу Карину Тилли. Тебе повезло, потому что Карина сейчас в моем доме. Уже несколько дней она снит его историю. Ты банкир, а не историк. Зачем тебе история дома? Видишь ли, я купил его недавно. Он стоил мне целого состояния. А потом оказалось, что тут водятся призраки. Я боюсь, что он проклят. И как это проявляется? Да по-разному. Ночью слышны какие-то смешки. На чердаке будто мебель двигают. А на прошлой неделе ты не поверишь. Я обнаружил в гостиной человеческие экскременты. Прикольно. Почему ты сам не проверишь, что там творится? Я банкир, а не солдат. Я боюсь проклятых домов. Кроме того, Карина просила ей не мешать. Кстати, в переводе, вот обратите внимание, написано Корина. Хотя, по-моему, насколько я знаю, имя Карина. Ну, может быть, есть два варианта. Я хотел бы туда войти и осмотреться. А, обычно я не пускаю чужих в свой дом. Но по двум мечам я вижу, что ты ведьмак. А значит, понимаешь в таких вещах. Входи. Спасибо тебе, Рудольф. Мы уже зависим от черных. Экономически. Ну что ж, зайдем. Давайте-ка разведаем, что в этом доме. Интересненького кроется. Темновато, правда, здесь. Но барахлишко мы все равно соберем. Заодно и свечечку какую-то зажжем. Так, потихонечку. Барахлишко кончается, а мы идем дальше. Стоп, стоп. Интересно, кто это? А ну. Так, здесь нам пригодится арт. Стоп, друзья. Я куда-то пришел не туда, мне кажется. Здесь определенно есть чем поживиться. Но сюда мне, по-моему, не очень-то нужно. Потому что здесь вообще тупик. Так, а здесь? Здесь. А, это просто кирпичи. Думал, что-то интересное лежит. Нет, выходим отсюда. Но где-то были сейчас голоса. Положи это. Умоляю. Это кровь. Не проливай ее. Пожалуйста. Это определенно наверху. Перестань. Отойди отсюда. А-а-а! Проснись. Это только сон. Проснись. Кукла. Чердак. Так, пора заглянуть на чердак. Сейчас заглянем, Герлетт, обязательно. Сейчас мы только давай-ка здесь немножко покопаемся. Подсоберем барахлишко. А нам нужно на чердак. Отойди отсюда. Так, а сколько здесь всего, посмотрите, вообще. И Карина это кричит постоянно. Чердак, скорее всего, сюда. Но мы видели какое-то существо. Пока не совсем понятно, кто это. Но мы сейчас обязательно все выясним. Стеллаж загораживает проход в соседнюю комнату. А ну-ка, поможет ли нам Арт в этот момент? Отлично. То, что нужно. Заходим, Геральт. Ох, друзья, тут прям просто кладезь всего. Сколько здесь можно всего набрать. Я пока не разбираюсь, не смотрю, что собираю. Но думаю, что в любом случае что-то хорошее. Рисунок колыбели. Лист с поспешно нарисованной кроваткой. Похоже, это детский рисунок. На втором этаже была колыбелька. Интересно, что случится, если положить туда куклу. Так, сейчас узнаем, Геральт. Запросто. А где колыбелька? Что-то плохо видно здесь. А может быть вот здесь колыбелька, а ну? А вот она, кажется. Нет, не она. Нам показано по заданию выше. Тут хоть глаз кали на самом деле. Вот она, колыбелька. Очередной шедевр. Печь и черная топка. Обожаю такие загадки. Печь я видел в подвале. Может, там будет еще подсказка? Кто-то с нами играет. Давайте посмотрим еще раз на этот чудесный рисунок, друзья. Рисунок хлебной печи. Ну что ж, давай-ка, Геральт, в подвальчик заглянем. Кто-то с нами играет. И сейчас доиграется он у нас. Этот кто-то. Испугался? Ну, испугался ведь? Вижу, что испугался. Такой отважный. А испугался маленькой Сары. Вот здорово. Не делай так больше, маленькая Сара. А то кто-нибудь испугается и причинит тебе вред. А зачем мне вредить? Что уже и поиграть нельзя? А во что ты играешь? Эта тетка заснула, и я на славу ей страшные сны. И не дала проснуться. Я так умею. Смешно, правда? Очень смешно. Только мне надо поговорить со сновидящей. Ты не могла бы дать ей проснуться? Маленькая Сара не хочет ее будить. Маленькая Сара хочет играть. Ох, Сара. А это, кстати, Прибожик. Это такое же существо, как и Васик. Знаю, что ты не опасна. Это совсем не смешно. Хорошо, давайте первый вариант. Тебе повезло. Я-то знаю, что ты не опасный, Прибожик. А вот другие могут и не знать. И тогда... Откуда ты знаешь, что я Прибожик? Откуда? Откуда? Ну откуда? Ты выглядишь как Прибожик. Ведешь себя как Прибожик. Да и просто ты Прибожик. Из-за тебя усновидящие кошмары, от которых она не может проснуться. Зачем ты ее мучаешь? Вовсе я ее не мучаю. Страшные сны, это здорово. Мне вот больше всего нравится, когда за мной во сне гоняется огромная курица с такими красными... А зачем ты поселилась в проклятом доме? Я скажу тебе секрет. Этот дом вовсе не проклят. Я только играю, чтобы все так думали. Он стоял пустой, вот я в нем и поселилась. А потом пришел этот важнюга из банка и его купил. Не люблю жить с банкирами. Вот я и решила его припугнуть. Так, маленечко. Банкир очень боится. Он заплатил за этот дом много денег. И так просто его не оставит. Поэтому тебе придется поискать новое место. Не хочу, не хочу, не хочу! Навиград это не место для прибушков. Но если хочешь здесь жить, дело твое. Давай договоримся. А как это? Оставь в покое сновидящую, а я скажу хозяину, что дом проклят. И заклятие с него снять не получится. Ты ему так скажешь? А если он не поверит? Я ведьмак? Он мне поверит. Да, да, да! Сделай так! А я обещаю, что не буду мучить твою подружку! Нини, ты очень красивый, знаешь? Спасибо. А теперь иди будить Соню. Я не буду ей мешать. Она проснется. Ох уж Сара! Затейница, так, хорошо. Сейчас разбудим сновидящую и узнаем у нее дальше. Возможно, даже о Цири. Что-нибудь. А вот она уже и проснулась. Ты кто? Меня прислала к тебе Трис Моригольд. Мамочки. У меня были такие кошмары. Мне надо было проснить историю этого дома, а вместо этого снилась мебель, которая хотела меня сожрать. Звучит по-идиотски, но во сне все было совершенно реально. И совсем не смешно. Это проделки Прибошка. Он устроил так, что люди сочли дом проклятым, а потом заразил твои сны своими глупыми шутками. Мне повезло, что ты смог меня разбудить. У ведьмаков есть свои приемы от таких творюшек. Спасибо тебе большое. Эти кошмары. Я могу тебя чем-то отблагодарить? Откровенно говоря, да. Я ищу одну девушку, которую видели в Новиграде. Попробую тебе помочь. Только сперва я должна стереть следы этих буйно помешанных снов. Ищи меня в корчме, золотой осетр. Я там комнату снимаю. Отлично. Договорились. Ну, я думаю, сразу мы, скорее всего, туда отправимся. Если сюжет нам позволит сразу продвинуться. И скажем еще этому господину то, что обещали Прибошку. Я видел, что госпожа Тилле вышла, но она ничего не сказала. Дело решено или совсем наоборот? Даже сейчас нам дается выбор. Ну что ж, обещали Прибошку. В принципе, пусть живет. Я думаю, банкир не сильно обеднеет. Обеднеет, конечно, немножко, но не сильно. И да, и нет. Карину из лап демона я освободил, но дом все еще проклят. Карина увидела его прошлое? Да. И оно настолько зловеще, что она не хотела об этом говорить. Здесь нельзя жить. Столько денег впустую. Ну, что же делать? Мы люди небедные. Да, вот так вот все просто, да? Небедные, ладно. Ну что ж, пробежимся. Давайте в гости к Карине. А перед этим очень хочу свет включить. Давайте-ка где-нибудь промотаем время до 7 утра. Отлично. Вот так поприятнее передвигаться гораздо. Интересно, а что-нибудь можем мы кузнецу подпородать? У нас там хлам не подзавалялся какой-нибудь? Да, друзья, подзавалялось. Да и немало. Посмотрите-ка, сколько всего. Сейчас мы ему все это хозяйство сольем. Красиво. Почему-то мечи у нас сняты. Я который раз это замечаю. И надо с этим что-то делать. 334. Ай, продадим. Долго с этим всем разбираться, ковыряться. И... Попрощаемся. И надо бы нацепить мечи. Почему-то стоят вообще какие-то левые. Абсолютно. Хочу свои. Классные грифонские. И вот, кажется, мы прибыли на место. А там какой-то квестик. Ладно, сходим. Запомним. Нет, друг, пока нет. Пока не хочу ни с кем драться, бороться. У нас тут... Герой, ты мой. Ну иди, я тебя поцелую. Ну идем, бабуль, идем. Целуй. Да, коваля. Ох, поцеловала прям. Аж сама вскрикнула. А вот и Карина. Здесь я сню. В жизни не видел, как работают она и романты. Я буду тебя направлять. Сначала нам надо настроиться. Я стану задавать вопросы, а ты отвечай. Важно, чтобы твои ответы были искренними. Чтобы они шли из глубины сердца. Начнем. Сначала приведи мне какое-нибудь воспоминание, связанное с этой девушкой. Зачем это? Помогай мне, прошу тебя. Расскажи мне самое сильное воспоминание о... Цири. Девушку зовут Цири. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Я помню нашу первую встречу. Когда-то я выполнил заказ. Мне предложили выбрать награду, и я воспользовался правом неожиданности. Я не думал, что когда-нибудь действительно встреча обещанного мне ребенка. Спустя годы я продирался через Бракеллон. В лесу я нашел девочку и сначала даже не знал, кто она. Дриады Бракеллона хотели оставить ее и превратить в одну из них. Но вода забвения не подействовала на нее. Цири вернулась со мной. Я отослал ее к ее бабушке, но... Уже тогда я был с ней связан. Предназначением? Это нечто большее. Спасибо. Ты хочешь поделиться еще одним воспоминанием? Ну, давайте. Интересно послушать, что еще. Геральт помнит. У нас есть время. После второй войны с Нильфгардом, Цири потеряла родителей. Я не знал, что делать с маленькой девочкой. И забрал ее в Каэр Морхен. Я решил, что ловкость и умение драться на мечах ей не повредят. Помню, однажды она стояла на развале на стены. У нее из-под ног вылетел камень, и она оступилась. Я поймал ее в последний момент. Но лучше всего я помню миг, когда она вышла из комнаты, одетая в платье, и сказала, что плохо себя чувствует. Тогда я в первый раз понял, что Цири взрослеет, и это... неизбежно. Хорошо. Хочешь рассказать что-нибудь еще? А давайте посмотрим, что еще там есть интересного. Тогда я слушаю. А в принципе, друзья, прослушаем мы, наверное, все. И вам, и мне будет это интересно. Я помню, как мы сражались с Цири плечом к плечу на ступеньках, скользких от крови. Тогда она в первый раз отбила мечом летящий арбалетный болт. Я ей сказал, пожалуйста, никогда больше так не делай. Это очень личные воспоминания. Ты хочешь продолжить? Да. Я тебя слушаю. Это было в Ривии. Как раз закончилась вторая война с Нильфгардом. Все еще было неспокойно. В городе начались волнения, громили нелюдей. Я пытался что-то сделать, но не смог удержать бешеную толпу. Один паренек пронзил меня вилами. Янифер тоже умирала. Цири забрала нас на лодку. Мы поплыли туда, где цветут яблони, и там она оставила нас. Тогда я видел ее в последний раз. Ты сказал, что у этой девушки есть способности. Расскажи мне о них. Она дитя старшей крови. Потомок Фальки Кровавой? Жестокой мятежницы, которую сожгли на костре? Предания говорят, что из проклятой крови Смутьянки родится разрушитель миров. Это легенда. Знаешь, когда легенда перестает быть легендой? Когда в нее начинают верить? Ты прав, что не рассказываешь об этой девушке направо и налево. Понятно. Хочешь рассказывать дальше? Да, есть еще кое-что. Как-то я спросил, Янифер, почему Цири называют госпожи пространство и времени. Она путешествует между мирами. Я не могу это объяснить. Я не очень много понял из объяснения Ян. Знаю только, что речь идет о чем-то большем, чем умение перемещаться в пространстве. И что кровь Цири обладает необычайной силой. Понятно. Хочешь рассказывать дальше? Да, есть еще кое-что. Я помню, что Цири плохо контролировала свои способности. Когда Янифер учила ее накладывать простое заклинание, Цири чуть не сломала себе пальцы и снесла навес в храме. Она ужасно расстроилась, хотя это был всего лишь старый навес. Я знаю, что она долго училась управлять способностями, но, видимо, до сих пор не может овладеть ими до конца. Понятно. Хочешь рассказывать дальше? Нет. Может, начнем? Конечно. Я знала, что она для тебя важна. Но тон твоего голоса, скрытые эмоции... Пожалуйста, давай продолжим. Ложись поудобнее и постарайся расслабиться. Возьми меня за руку и рассказывай о Цири. Говори, где, по-твоему, она может быть? Кто ее друзья? Не найдя меня, Цири попросила бы помощи у друзей. У кого? Может, у Лютика? Они очень хорошо друг к другу относились. Так, интересно, что же сейчас будет происходить? Так, а вот и мистер Лютик. Сам красавчик. Посмотрите-ка, первый раз мы его видим в этом прохождении. Интересно, интересно, друзья. Субтитры делал DimaTorzok О, сначала мне снилась ласточка, а потом начались кошмары. Порой сны могут расслаиваться, показывать не только прошлое, но и будущее. Ласточка — это Цири. Она свяжалась с Лютиком. Я не знал, что он в городе. Это поэт? Я слышала о нем. Он получил в наследство шалфей и розмарин. Спасибо за помощь. Удачи, ведьмак. Надеюсь, что ты найдешь свою Цири. Интересно, а если бы мы выбрали Енифер и Трис, нам бы показали другую, наверное, сценку? На стул что-то залезло. Карин, ты чего? Да? Ты давай это, завязывай. На стул становится не лампочку менять. Особенно в этом мире. Ну что ж. Зайти в шалфей и розмарин. Попробуем, друзья? Интересно. Личный огонь нас хранит. Я специально так долго общался. Это очень классный диалог, друзья. Нам дают возможность разузнать про Цири побольше. Отлично. Я тоже. А здесь у нас, кстати, есть какой-то заданицы. Не даст. А, все, припоминаю, что-то там было такое. Не вполне. В чем дело? Я правильно расслышал, что тебе нужен спутник для какой-то экспедиции? Не какой-то Азамаре. Знаешь, когда меня в 1242 призвали в пехоту, я обещал моей любимой Летте, что вернусь живым. А к тому же привезу ей жемчужину со Скеллиге. Да никакую попало, а черную. Самую ценную и редкую. Да у тебя и фантазия. Ну да, только словами все и кончилось. С войны я вернулся, и с одной, и с остальных. А вот обещание не сдержал. Ну а теперь-то я все изменю. Ведь если не сейчас, то когда? Только постарел я за это время. Да ты и сам видишь, один я не справлюсь. Мне нужно надежное плечо, чтобы на него опереться. А лучше ведьмака спутника не придумаешь. Ну так как? Интересно. Он хочет отправиться на Скеллиге, а нам вот, смотрите, как раз нужно тоже на Скеллиге. Может мы возьмем это задание, а потом вместе с этим товарищем, вместе и сплаваем туда. Поможем ему с жемчужиной и останемся на Скеллиге, например. Затея безумная, но надо признать, есть в ней какое-то очарование. Если у тебя есть чем заплатить, то я помогу. О золоте не беспокойся. Я его порядочно с разных войн напривозил. Встретимся на Скеллиге у развалин моста под Аренбьерном. Оттуда всего пару шагов до лагуны, где черные и жемчужины родятся. Договорились? Да, так и сделаем. До встречи. И даже еще проще. То есть у нас просто он будет где-то на Скеллиге, и мы к нему когда-нибудь придем. Хорошо. Давайте-ка мы пока в шалфей и розмарин заглянем к нашему дружище Лютику. Вот, видите, друзья, о чем я говорил. Иногда в городе можно ускоряться. Как я понимаю, может быть это как-то связано с временем суток. Гераль, давай-ка мы же завернемся уже. Сейчас дованем этих святых отцов. Ага, теперь невозможно сделать. Видите, как это работает? То есть в какой-то момент все-таки баг позволил сделать. Позволил разогнаться немного. Стоп. Секундочку. Друзья, какой-то квестик там засветился. А ну-ка. Посмотрим. Так, проститутка. Что стряслось? Островитяне за Скеллиги заняли хромоножку Катарину. Как это заняли? Побили корчмаря, выгнали девушек, пьются вчерашнего дня. Вроде бы добычу какую-то захватили и обмывают. Ну да, они же островитяне. Зато ты, господин, на порядочного похож. Помоги, прогони этих висельников. Много у нас нет, но мы все скинемся. У проституток много нет, да ладно, с какой-то стати. Хорошо. Ну ладно, посмотрю, что можно сделать. Правда? Значит, есть еще на свете добрые люди. Ну что ж, поможем бедной девушке. Ага, нам как раз нужно вот сюда. Давайте-ка зайдем. Я на отслеживание не ставил, но... Ну придется себе поискать другое место. Сегодня это заведение, часть Скеллиги. И так у нас квест, в принципе, начался спокойно. Ты кастрюлю сними с головы для начала, герой. Так, давай решим это вдвоем, ты и я. Ну в принципе, как вариант. Обмана у нас не прокачана второй уровень. Мы прокачаем его попозже, но... Давайте-ка попробуем. Нет у меня времени припираться. Как говорится раз на раз. Ну как бы он нам не набил на самом деле. Не исключено. Я, конечно, попробую его сейчас запинать каким-то образом. Ух ты гад. Пропустили ударчик. А ну-ка, друзья. Хватит болтать. К бою. Ну-ка, еще разок. Геральт, накинь-ка по щам. Красавчик. Ладно, ладно, хватит с меня. Клянусь сиськами Фрей. Быстро я протрезвел. Ребята, выходим. Пойдем развлекаться куда-нибудь еще. Лучшее оружие ни к чему. Ну, на самом деле, помощь такая себе. То есть, помочь-то мы помогли, но он говорит, пойдем развлекаться куда-нибудь еще. Ну, какая разница. Из одного кабака мы их выгнали. Во второй не завалится. Короче, Марью набьют морду. Выгонят всех посетителей. В общем, помощь такая себе. Ну, ладно. Спасибо, спасибо за помощь. Одни мы бы с ними не справились. Мы не богатые, но, надеюсь, этого хватит. Ах, этот выбор. Да забери себе. Оставь. Вам деньги больше пригодятся. Так бросал об это дело. Дошла бы заниматься какими-нибудь нормальными вещами, которыми там в этом мире занимаются. Пирожки, например, можно печь. Вкусные. Ну, что ж, друзья. Я думаю, добежим-ка мы, скорее всего, до места. Сохранимся и уже, наверное, продолжим следующей серии. Чтобы нам сейчас заново не вступать в какие-то длительные кат-сцены, я думаю, что на эту серию у нас хватит. У нас очень здорово получилось. Она такая насыщенная была диалогами, но в этом весь Новиград, друзья. Всегда так. Новиград зашел и потерялся здесь на несколько часов, это точно. А вот, кстати, шалфей и розмарин. Но ближе, друзья, подходить не буду, потому что, мало ли, сейчас начнется какая-нибудь консцена опять. Поэтому продолжим мы уже в следующей серии. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В комментарии обязательно пишите ваше мнение по этой серии, по этой игре, по каналу в целом. Друзья, принимаю любую помощь. Всегда рад вас видеть в комментариях. Просто поболтать, что-то мне посоветовать. Обязательно пишите. И увидимся в следующей серии. Пока-пока.